У потребителя его изменения, поскольку микрофинансовая отрасль, если говорить про массовый сегмент, это сапрайм-сегмент. Это люди не настолько продвинутые, как пользователи электронных денег, большей частью. Но тем не менее, тоже заметно, что люди становятся грамотнее. Просто темп изменения грамотности аудитории микрофинансовой отрасли, она немножко медленнее происходит, чем в других финансовых секторах. Но тем не менее, это так. Именно в силу того, что это сапрайм-сегмент, это удаленность точек, это не только крупные города, это по всей стране идет работа. И есть еще некий тренд, который нас беспокоит с точки зрения изменения сегментов. Это то, что в этом году вступает в силу действия закона банкротства физических лиц. И люди в какой-то степени, ожидая некого всплеска, как бы это выразится, разгильдейства, совершенно верно, по отношению к своим долгам, но это в первую очередь скажется именно сапрайм-сегментами. Я бы, наверное, вот что хотел отметить, что бросилось в глаза в прошлом году. Я вот помню, в 90-е годы были там МММ, хоппер-инвесты, все такое. Так вот, а после этого как-то вроде успокоилось, ну, зарплаты вроде росли, там, акции росли, еще что-то. Как-то это вот отрасли ушли. Что оказалось? Вот достаточно было тряхнуть экономику, и оказывается, что такой мотиватор, как жадность, она никуда не делась. Вот представьте, я вот часто хожу, ну, по-долгу, работаю в мелких-средних банках бываю. Вот, там, наявор типичный. Очереди гигантские. Почему? Потому что страх. Скоро все банки повалятся. Доллар скоро будет 100. Потом успокоилась ситуация. Очереди в отделениях банков стали еще больше. А знаете почему? Потому что 20-е доходности, 21-22%, и люди несут эти депозиты. Вот эта жадность, она никуда не делась. Но надо тоже понимать, что вот эта вот склонность к зарабатыванию, да, она все-таки уменьшает количество населения нашей страны. Просто потому что мы с вами живем в Москве, мы видим самую активную часть. А вот если говорить про финансовую грамотность населения, я вот помню прекрасно, как начинали все вот такие большие брокера. А лор, открытие. Ну, какой идея? На том, что вот сейчас там финансово активное население, там, менее 1%, а будет, как в Америке, 99%. Вот, мы вот в этот тренд вскочили, и 20 лет спокойно развиваемся. И действительно, развитие было. Однако, вот сейчас до сих пор, все равно, вот, в регионах население инертно, оно пользуется только банками. То есть, с одной стороны, это и ресурс, а с другой стороны, его очень трудно как-то привлечь. Вот это вторая особенность, которую, ну, это, правда, не за последние годы, да, но, которая за последние годы, вот этого ресурса на развитие нашей отрасли, его просто стало не хватать. Я бы отметил, как результат прошлого года, потребитель находится в колоссальном шоке.